Сокол, наверное, единственная команда в лиге, в которой играют две пары близнецов. И если братья Стрельцовы имеют за своими плечами опыт игр за клубы КХЛ и ВХЛ, то Кожуховы, как говорят работники искусства, пока еще ищут себя. Красноярцы на второй матч вышли только с одной рокировкой. Васильева с четвертого звена подняли в третье и дозаявили Куваева. У Ермака место в рамке занял Игорь Тяло, сменив Ильяса Гафиулина. Также штаб перетасовал тройки. Первый период прошел на удивление ровно. Преимущество гостей ощущалось, но тотального доминирования не было. И все шло к сирене при двух нулях. Но под конец 20-ти минутки гости в большинстве вырвались вперед. Второй период начался с удаления красноярцев, за которым скоро последовало еще одну. И Кирилл Казаков восстановил равновесие. Однако почти сразу оранжевые чуть не заполучили ответку. А вот следующее меньшинство хозяев обернулось взятием их ворот. Два большинства Ермака преимущество не принесли. Создавалось впечатление, что на льду две команды в равных составах. За полторы минуты до сирены Ермак прибавил скорость и создал несколько моментов у ворот соперника, но увы. В третьем периоде источник иссяк силы закончились, и Сокол взял борозды правления в свои руки. В начале отрезка был шанс забить у ангарчан, но оставленные втроем красноярцы выстояли. На последней секунде штрафа бросок попал в верхнюю стойку. Не забиваешь ты, забивают тебе. Это истина сработала еще раз. И гости до конца поединка накидали киперу ангарчан целую кучу шайб. Итог противостояния 1-7. И как горько пошутил пресс Аташе Ермака, Роман Караваев, постоянство – показатель стабильности. Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск.